Я Крылов Константин Владимирович, детский стоматолог клиники Dental Fantasy премиум-класса для детей и взрослых. Ко мне ежедневно приходят мои маленькие пациенты со своими родителями и задают одни и те же вопросы – почему у нас возник кариес? Я не буду лукавить и говорить, что существует какое-то волшебное средство от кариеса, пилюля или эликсир, а расскажу вам всю правду. Именно потому что никто не знает реальных причин возникновения кариеса, родители не знают, как ему противостоять. Обо всем по порядку. Кариес – это полиэтиологический процесс, и для возникновения кариеса необходимо несколько причин, их синтез. Нужно минимум 2-3 причины. Лишь плохой гигиены или большого количества сладкого в рационе питания ребенка этого недостаточно для того, чтобы кариес появился. Основная причина – это особые кислотообразующие бактерии. Они питаются теми же продуктами питания, что и мы с вами, и в процессе они выделяют кислоту, которая вымывает минеральные компоненты из эмали. Таким образом, микроорганизмы слоем и за слоем проникают все глубже, глубже и глубже. Таким образом, образуется кариес. Кариес – это инфекционный процесс, и заражение происходит еще в раннем детстве. Например, при поцелуе мамы. Очень важный фактор – это питание, особенно это важно у малышей. Ведь когда во рту находятся молочные зубы, постоянные уже формируются. И правильное питание может сыграть решающую роль в качестве постоянных зубов. Самыми важными продуктами питания является молочная продукция. Продукты, богатые белком, овощи, фрукты. Кроме этого, очень важно есть как можно больше твердой пищи, и это формирует правильную привычку жевания, и таким образом происходит самоочищение. Какие все-таки продукты являются вредными? Естественно, сладости. Но полностью оградить детей от сладкого не сможет никто. Поэтому нужно знать два основных правила при выборе сладкого. Сладкое не должно долго находиться во рту, и сладкое не должно плотно фиксироваться к зубам. Кроме этого, вредными являются сладкие напитки, морсы, компоты, сладкий чай и хлебобулочные изделия. Продолжительное питье кисломолочной продукции ночью или днем также может негативно сказаться на состоянии полости рта. Эти продукты являются очень питательными для бактерий, и в процессе их выражения образуется кислота. Старайтесь полностью исключить вредные продукты из мелких перекусов и кормить вредными продуктами ребенка преимущественно утром за завтраком или вечером за ужином. Ведь после этих приемов пищи непременно следует гигиена. Естественно, мы не говорим ни о каких ограничениях в рационе ребенка, ведь организм растет и развивается и должен получать все необходимые компоненты. Течение беременности, анатомическая форма зубов, сопутствующие заболевания – все это тоже может повлиять на состояние зубов. Все же основная причина – это плохая гигиена. Гигиена у детей и взрослых должна осуществляться обязательно два раза в день – утром и вечером, утром после приема пищи, вечером – сразу перед сном. Очень часто у детей от двух до шести лет самая плохая гигиена. Ведь именно в этом возрасте очень плохо развиты мануальные навыки, активно проявляется характер, с которым родители не всегда готовы бороться и не могут полноценно почистить зубы своим детям. Для этой группы пациентов необходима паста с уникальными свойствами. Такой является Рокс Термал. Желаю вам и вашим детям белоснежной, лучезарной и, самое главное, здоровые улыбки. Рокс Термал.